Это все-таки сумма, которую позволит в городе сделать хороший рывок. В региональном отделении партии «Единая Россия» сегодня говорили о деньгах. Дополнительные средства на ремонт дорог город сможет получить по инициативе спикеру Госдумы Вячеслава Володина. Он недавно предложил передавать суммы за транспортный налог на муниципальный уровень. Увеличится объем ремонтных работ, нового строительства. У нас масса территорий, которые проехать невозможно. Это не только частный сектор, но и наши отдельные микрорайоны. Поэтому чем лучше дорога, тем лучше настроение людей. Увеличить объем финансирования муниципалитетов до уровня сборов от транспортного налога действительно необходимый шаг, считают депутаты. Благодаря этому только Саратов получит около 1 миллиарда рублей. Не будут обделены и другие города региона. По словам Николая Панкова, в общей сложности сумма дополнительного дорожного финансирования районов может составить порядка 3,5 миллиардов рублей. Но потратить деньги необходимо с умом, отметил депутат Госдумы. Транспортный налог, вот тут неоднократно говорилось, и Леонид Александрович, и Михаил Александрович сам говорил, нужно все-таки потратить на там, где нет дорог. Это Комсомольский поселок, это Жасминка, Увек, Поливановка, другие вещи. Но комплексная должна быть программа. Ведь вы задаетесь вопросом, разве виноват житель Комсомольского поселка, который тратит также транспортный налог, вместо того, что он не живет в Кировском районе. По словам специалистов, в Саратове около 1800 дорог, общей протяженностью 1000 километров. Из них ровно половина имеют асфальтовое покрытие. Водители не раз отмечали, что некоторые трассы разбиты, и передвигаться по ним затруднительно. Теперь с такой финансовой помощью этот вопрос можно будет решить. Перевод транспортного налога в саратовские муниципалитеты, по сути, очень интересный. Мы можем увидеть, насколько быстро и качественно будут построены безопасные дороги в том или ином районе. И также мы можем обратить внимание, насколько ответственно будут подходить главы районов к выделяемым этим средствам. В ближайшее время городские власти должны подготовить необходимую проектную документацию. При этом необходимо учесть мнение жителей, какие дорожные участки нужно привести в порядок в первую очередь. Жанна Марченко, Анна Заболуева, Роман Шильдяев, Саратов, 24.